Вчера о необычном небесном явлении, оно же метеорологическое, а если угодно, то и зенитное, человечеству рассказал его очевидец Константин Кузнецов, руководитель туристической группы «Снегоходные гиды Урала». Офигеть! Да спутник это еще? Да какой это спутник? И что? Так низко над лесом. Низко для спутника. Случилась эта, эта съемка у наших северных соседей на юге Эхмао, в Березовском районе на геологической базе Арбинья, что близ села Усть-Манья, рассчитанного на 40 усть-маньяков, при впадении в северную сосву речки Манья, что и отражено в названии этого очень рыбного места. Подчеркивается, что оно примерно в сотни километров от перевала Дятлова, ну просто потому, что у нас от перевала Дятлова на севере отсчитывается буквально все. Очевидцы, а их с десяток участников «Снегоходные экспедиции» подозревают, что это НЛО. И в этом они правы на все 100%, или, как нынче модно, на 146. Это действительно какой-то О-объект. Он Л летает, и Н не опознан теми, кто его Н наблюдает. И что, она для спутника, смотри, она круговыми движениями ходит. А что это тогда? Она траекторию меняет. Впрочем, последнее упомянутое свойство может быть следствием движения не только самого объекта, но и камеры. Посмотрите, осветил он перед нами. Нет. Это наш «Негаход». Стой, покажем им. Борисович, покажем им, стой. На словах Константин Кузнецов передает, что объект не только загогулины выписывал, но и светился так, что затмевал звезды, а верхушки деревьев, наоборот, освещал. Тогда просто напрашивается вопрос, а где в кадре эти самые верхушки освещенные, не освещенные? Ну, или хоть какая-нибудь линия горизонта? Ну, про звезды мы поняли, они же затмились. Ну, действительно, просто очень сильно мешает отсутствие хоть какой-то привязки, хоть к чему-то или хоть к кому-то, потому что такое теоретически и нарисовать-то легче легкого. Что уж говорить про фотоснимки, сделанные за диафрагменным пределом, когда объектив уже не способен отразить форму объекта, а воспринимает лишь свет от него, который неумолимо демонстрирует свою корпускулярно-волновую шизофреничность. И вот перед нами, прямо как из учебника, типичная картинка системы светлых и темных колец, как результат дифракции. Впрочем, это лишь подтверждает, что, собственно, объект, от которого свет исходил, он реально был. Вопрос лишь в том, что это. Может НЛО, может спутник или ступень ракеты, а может кому-то ночью в экспедиции просто скучно.